Всем привет, дамы и господа, с вами Юрий Хованский, Антон Власов, и в этот день Бог пожаловал на стол огурчики, помидорчики, грибочки, хлебушек, беленькой чуть-чуть, да, немножко беленькой, которую мне привез Алкобарт, мои друзья ее уже затестировали, все были в восторге, поэтому я бутылку спрятал, понятно, поэтому ты решил оставить себе. До особого случая, да, сейчас такой случай наступил, я сразу, Юрий, я перебью, извини, хочу поблагодарить всех ребят, которые мне помогли собрать этот шикарный стол, потому что я охуел, Юра мне говорит, нужно грибочков, соленьев, и вы не поверите, ни у кого, блядь, нет, вы все, видимо у всех бабки умерли, я думаю, что поэтому, это не шутка. Мы нашли настоящее, с любовью сделанное соленье, бабушками, мамами, и магазинное соленье, и сегодня мы попробуем их сравнить, но на самом деле, конечно, я просто заскучал по водочке, глядя на алкобарда, и думал, что бы мне такое придумать, чтобы отмазаться. Антон сегодня за рулем, поэтому он у нас использует хлебушек, я использую символические, совершенно символические какие-то порции водочки, и мы попробуем выбрать, что же лучше, элитное, ну не элитное, а достаточно. Нет, ну я хочу сказать, что грибочки дорогущие, пиздец, вот сейчас грибы пойти купить, вот эта баночка стоит 500, чуть побольше, даже дорого. А ты уже открыл, что ли? Я решил, да, долго. Так, ты хочешь с грибочков плячь? С грибочков начинаем, потому что это самое. Ну вот так вот знал, вот так и знал. А я тебе, не, я сразу скажу, вы не думайте, это потому что вот у меня покупные сразу открылись, без проблем, просто потому что они почти не закручены были, а у Юрца бабушкины. Я, мой, слушай, мой, я мало каши ел, давай покажи класс, Халк, давай. Вот, ну хотя бы, хотя бы я не один опозорился, а то я даже почувствовал, что у меня уши покраснели. Не, не, здесь просто фишка вот, вот в этом, вот, все, грибочки открылись, блядь, немножко пролились. Слушай, ну лайфхак отличный. Немножко воздуху впустить. Оп, с оляльным сексом, кстати, примерно та же шляпа. Типа, я немножко воздуху впустить и пойдет как по баслу. Я подумал, что хлебушек это будет, знаешь, как будто бы кофе после того, кофейные зерна после аромата, чтобы обнулить. Да, так, буквально 10 грамм. 10 миллилитров, так чисто, чтобы, чтобы алкабарда не обидеть. Он все-таки в Беларуси, да-да-да, водку вез, я же не могу вот так просто человека, да, и вот обидеть. Обидеть. Слушай, ну, с другой стороны. Я же никогда никого не обижал за всю свою карьеру. Я никогда вот не слышал, когда вот человек где-то в твоем присутствии, что ты о нем так хорошо отзываешься. Кто этот алкабар такой? Это старый ты. В комментах писали, что на превьючке он выглядит как старый ты. Возможно, это ты из будущего. Я понял. Так, ну, мы как начнем? С домашних или? Нет, давай мы начнем. А, похуй. Ну, сразу хочется сказать, магазинные выглядят поаппетитнее, конечно. Это потому, что они в химозе замаринованы, и сразу видно, что они... Во, вот это видел, да? Камшот какой вылетел. Это потому, что они замаринованы специальным образом. Слушай, ты сразу так себя негативно настраиваешь. Все может быть не так однозначно. В конце концов, да. Многие любят химозы, многие любят сильный вкус. То есть, я уверен, что Юлик бы оценил, например, химозные грибы. Ну, а мы люди объективные. Мы просто скажем, что вкуснее. Давай. Вот так. У меня уже слюньки текут, я смотрю. Сейчас, давай. Все, давай. Домашнее. Ну, здесь сказать нечего. Растекаются по рту. Все, водка вообще сразу же. Блин, Юр, может без водки будет? Так, убирай водочку, Андрюшка. А то, Батька, что-то отчего. Не-не-не, я для чистоты эксперимента. А то, как-то, я же уже выпил, как бы, вот. Просто водочек. 10 миллилитров, да, буквально, я. Так, а теперь берем магазинную продукцию. Я прям себя таким аристократом чувствую, Антон. Что ты под вечер... Камин забыл растопить для фона. Да, да, да. Ну ничего, скоро... Да, водочка есть, грибочки есть, а камин забыл растопить. Как не могу больше наколоть? Они какие-то... А надо ли? Если ты под водочку... Так, стоп, сопли стряхну. Давай, давай. Ваше здоровье. Ну, неплохие, надо сказать. Они... Но более оборудованные. Не такие жирные. Более пустые. Пусто, я согласен. Они, знаешь, как будто бы... Прямо растворились и не стало, не осталось от техничек. Попробуй вот. Несколько тут насыщенный маринад. И он прям вот типа... Он такой гристый, прямо, знаешь, раскрывает вкус полностью грибочков. Это просто грибы в соплях. Типа. Но как запусть тоже сойдет. Я хочу сказать, водочка тоже полностью нивелировалась. То есть, ну, возможно, главный вывод сегодняшней передачи будет в том, что... Под водочку. Под водочку, любая... Хорошую водочку можно и покупать. Ну, все-таки грибы мало кто любит в качестве закуски. Большинство предпочитает помидоры и огурцы. И поскольку огурцы это самый популярный вид, я предлагаю... Попробовать огурчики. С помидорчиков. Нет. А, да. Чтобы на повседок. Чтобы до конца досмотрели. Нет, надо сказать, что... Вообще неплохо. И покупные, конечно, грибочки, но... Пользуясь случаем, придуя маме, которая замариновала эти грибочки. Да, большое спасибо маме мотора. За то, что она так... Замариновала и закатала. Блин, это херня после ядерной войны. Еще была бы герметичная. Ее невозможно распечатать. Давай, давай. Да что это... Тут надо вот... Вот помните эти механизмы для закатывания банок у бабушки? Вот смотри, мы не сможем открыть. А не так, у вас бы можно в эту банку было закатать, вы бы оттуда нафиг не выбрали. Если ты про... Ты посмотри, а. Надо... Какая техника. Через 100 лет, во времена фоллаута, вы будете находить вот такие банки, открывать, и там не испорченные продукты. Дичь. Потому что ты консерв... Я же вроде как хлопнул. Эд, сейчас дружа смеется. Я смотрю, ты у нас взял в компании на себя роль варвара. Такого, который грубой физической силой работает. Слушай, ну а как по-другому? А я как министрель буду воодушевлять тебя, пока ты ее открываешь. Спою я вам песню про банку одну, и вла... Я выпил 20 миллилитров водки, и меня понесло, я уже пою песню, блядь. Дед опять нажрался, блядь, испортил праздник. Блин, ну ты, братан... Я, ну... Ну на ней еще, ладно, третья, да? Да, я все-таки достаточно долго не пил, заслужил себе послабление. Небольшое. Ну разу ты наливаешь себе больше и больше. Да, кстати, я... Контора пишет, блядь, а! Ты что считаешь-то? Ты лучше, блядь, это... Свои, блядь, эти... Что ты там не пьешь? Не знаю. Вот вейп, нахуй, считай свои легкие, блядь, епта. Смотри, как ты клеток убил вейпом, блядь. Вот, нахуй, ибо нехуй тут мне. Что это у нас? Это покупные. Оба покупные. Мы сначала с них начнем. Я, кстати, не очень люблю маринованные помидоры, потому что они выглядят как, ну, какие-то мертвые головы. Хрен сдач. Че? Ну у меня в детстве какая-то, они прям распухшие, такие в них тыкнешься, прям, эээ, как будто... Ну, а есть их неудобно, ты, вот, если ты об этом, то это правда. Дай-ка я тогда на хлебушек положу, чтобы... Ну, давай. Очень жесткие, кстати, смотри, потрогай. Потрогай, вот. Ты имеешь в виду, а, ну тогда я закалывал уже. Ну, задам присутствующих. Не, этих. Прекрасных. Ну, как-то вот... Как-то вот, Йор... Мммм... Под водочку. Уксус. Уксуса много. Ой. Слушай, я дружно учился вот этому капризничанию, но... То, что там уксус какой-то... Ой, не локстеры. Ой, но... Ну и правда, уксуса очень много. Он... Он больше, чем водка жжет меня. Ядреные, неприятно, уксусные. Прямо... То есть их купить, если вообще нихуя нету? Ну, если вы еще любите помидоры, потому что закуси из них так себе. Вот грибы... Грибы... Спасибо. К водочке идут. Мама, не горю я вам. Прямо хорошо. Что я видел. Я хочу сказать, грибы... Прям замечательно. А вот помидоры... Ни о чем. Просто... Если бы я был, может, не на машине, Йор... Ты так прям хорошо выбиваешь, что я... Я может быть... Мы как батя, знаешь. А, да, сидим. А ты лимонадик. Хочешь? Вот там ситро стоит, кстати. Хочешь ситро? Я... Можно лучше такую? Не, не, ситро надо. Для аутентичности, да, да. Вот давай. Покуй, что мамка от нас вышла. У нас тут, да, помидорчики. Так это мамины остались. А, да, вот. Все, что, блядь, осталось. Давай попробуем. Юр, я не знаю, как тебе, но чувствуется сразу же. Во-первых, сделалась любовью, домашняя, мягкая. Тут, конечно, шкурка хуже. Тут шкурка настолько промочена, что она не чувствуется в покупных. А в мамкиных прям ты жуешь ее. Вот я все, мякоть уже съел, а шкурка осталась еще. Это специально сделано, чтобы ты его дольше жевал. Да, могу сидеть. А то, бля, проглатываешь и съебываешь. Посиди-ка с мамкой. Еще даже. Ну, слушай, погода у нас 2-1, и поскольку у нас 3 продукта, то мамкиные соленья уже побеждают. Уже побеждают. Ну, а хорошо, мы можем дать для накала страстей за огурцы 2 очка, потому что это все-таки огурцы. Чтобы как бы... Самые крутые? Да, да. Мне вот, например, в детстве не нравились совершенно такие мамкины с оленью, но очень любил с водочкой, что я говорю в детстве, с водочкой. Да, да, будешь такой. В юности, нет, конечно, я не имел в виду в детстве, но мне очень нравилось купить, например, с пацанами таких корнишончиков. И в задницу. Че ты, да? Че, блядь. Ну, короче, нет, купить корнишончиков, и вот прям взять по корнишончику, водочки налить, хряп, и корнишончиком закусил. Ну, ты прям, ты прям как из деревни, знаешь, чувак Манот был. Он такой вышел, как-то на улицу, и говорит такой, суд приснился. Я в одной руке был опил, а в другой стороне сигарета. И я говорю, типа, выпиваю, затягиваюсь, дым пускаю. Выпиваю, затягиваюсь, и дым пускаю. Потом его бабка разбудила, и он пошел на картошу. У него фамилия Нигительман, совершенно... Это меня терзают смутные сомнения. Нет, нет, по-другому. Ну, видишь, твой дружище Манот придумал балдеж еще задолго. Балдеж. Да, вот это балдеж. Так, покупные. Покупные сначала пробуем. Давай. Ну, прямо, я думаю, что они будут, конечно, супер хрустящие, они только для этого сделаны. Они так и называются, надо, блядь. Супер хрустящие? Нет, это... Огурчики мариновые, везде гост написан. Обратите внимание, на запусках везде гост. Это вам не чипсы. Все закуски сертифицированные. Вообще, что алкаши ходят, знаешь, такие, типа, так, а что-то буду закусывать чем? Сертифицированным, да, можно посмотреть? Можно гостик? Гост какого года. Он выигрывал этот, какой-нибудь чемпионат. Есть эти? Бэйджики, бэйджики. Ну, что, Брак? Огурец как огурец? Так, тебе сразу скажу. Ваше здоровье. Хороший. Сложно испортить огурец, если честно. Хороший. Вот огурцы, из всего покупного, самые вкусные сегодня. Ну, я говорю. Грибы полный отстой. Помидоры, мэ, а вот огурцы можно и есть. Они прям, это... Но проблема в том, что они... Я говорю, огурцы трудно испортить. То есть, такие как бы... Еще один славный, славный дружин. А дальше гол. Но, блядь, все что угодно можно испортить, чувак, блядь. Ты че... Ну, я знаю, это жмурки не смотрят. Вам, типа, измариновать может быть. Не, вы, дебилы, блядь, даже посреди бильярдного стола найдете яму с говном и там утонете, блядь. Вот, и можно так и с огурцами, блядь, и с чем угодно. Все, я уже балабанул. Пиздец! Я, это... Я когда-то мог вот такую бутылку... Может, дюшес? Нет, спасибо. Я заботюсь о своем здоровье. Это химоза ебаная. Понятно. Плюсы, раз-то. Последняя. Раз-то, последняя осталась. Я прям... При вас ставлю, и сможете замерять. Сколько там осталось? Сколько осталось? И все. Чтобы добавить, ДСБС? ДСБС, да. Так, все. Последний этап. Оп. Спасибо. Тут еще всякие эти кусочки перца, по-моему. Да, перец вроде. Чтобы душистостью наполнялась. Вот в этом, опять же, есть фишка домашнего. То, что ты реально домашняя. Ты сделал по своей технологии, а не по какому-то госту. Кто вообще сказал, что гост это самый лучший вариант? Государство? А мы-то. Так, ну? За государство. Совсем другой вкус. А, абсолютно другой. я бы даже сравнил. Я руками закусываю. Я понял тебя. свинья пьяная, блядь. Ну, сложно. Вот это как... Сейчас я попробую провести пример, чтобы вы... Давай, давай. Сложно выбрать просто. Вот это примерно как макдак покупная. Так, так. Котлета, например. А это как вот вы зашли в грузинский какой-то вот ресторан или кафе и к вам подошел хозяин такой чего ты будешь там дорогой там что это Ларису Ивановну в России или... И вот что ты больше будешь. И вот тебе, да, принесли. И если вас тошнит от таких грузинских ресторанов, то есть если вы привыкли к трансжирам, например, и вам нравятся вот бургеры, где одновременно соленые, кислые, сладкие, острые, все вкусы. То покупное. Да, вы, возможно, сделаете свой выбор в пользу покупных огурцов. Но если вы любите вот именно такой вкус, как не то, что по шаблону сделанный хлеб, а выпеченный в какой-то печи, вот, обработанный какими-то там тимьян, розмарин, я не знаю других специях. Ну что-то такое нешаблонное. Что именно, да, добавил вот сам хозяин этого кафе, он такой этот рецепт, он такой семейный, традиционный, поэтому мясо, оно такое немного нестандартное. Согласен с тобой. Но даже если предположить, что мы делаем выбор в пользу покупных, то это 2-2 ничья, а если мы все-таки делаем выбор в пользу домашних огурцов, то это в сухую, блядь, 4-0. Наверное, все-таки в сухую, я бы к этому склонялся. Да. Почему не может быть лучше домашнего? Абсолютно точно. Мы подтвердили сегодня, используя выборку всего из трех продуктов, трех конкретных, но я думаю, что те люди, которые занимаются закатыванием продуктов в банки, они априори не могут делать это плохо. Почему? Потому что, ну, если они этой хуйней в 2018-м, до сих пор занимаются, да, они в ней типа пиздец, мастера, как, ну, а вот это вот, это все просто, ну, вот такая херня, которая на полке супермаркета стоит, ее бамжи могут, например, взять на праздник большой, если у них сводки на сдачу останется, типа, достать по огурцу, но это, конечно, не сравнится, но решать вам, тут будет, думаю, опросик. Да, давайте поставим, что вам больше нравится, но вам сразу скажу, что это вымирает все, мало осталось бабушек, нам пришлось весь город поднять, блядь, на уши, чтобы найти три бампа соленьев, я плюс один балл накидываю домашнему, потому что это все-таки сделано руками, с душой, а не обезушной машиной. И, резюмируя выпуск, пока ваши бабушки, мамы, еще живы, слушай, меня понесло, пиздец, вы, вы, вы съездите, навестите, покушайте домашних солений, потому что, в конце концов, возьмите с собой баночку, обязательно, они любят, когда берут с собой, мы все останемся в мире вот таких вот сухих, бездушных огурцов, вымельченных в уксусе, помидоров, грибах, соплях, и так далее, наслаждайтесь тем, что у вас есть, пока все, что-то, да, на водки мы вставим кресло, на какое-то время, да, может, и специально мне, тут, мозги парить, привези, на экспертное мнение огурцов, чтобы водки выпить просто, если вдруг вы наберете еще, не знаю, там 100 тысяч лайков, по этим видео, может быть, попробуем сравнить домашнюю выпечку, с покупной, по водочку, как же и нахит, а, блин, я украю, короче, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал Антона, на мой канал, на канал Андрея Мотора, он тут стоит, я замечу, он, он теперь научился скивать камерой, а, не забывайте еще нажимать на колокольчик, добра, радости, ваш дом, Юрий, счастья вам, всех благ, удачи, никогда не пейте, очень вредно, посмотрите на меня, я подобрел, я суммарно, столько водки выпил, какой добрый, не вздумайте, блять, всего вам доброго,